Всем привет! Сегодня вторник и сегодня очередный матч плей-офф Лиги Чемпионов стран НАТО. Да, стран НАТО. Я считаю, что данный турнир именно называется Лига Чемпионов стран НАТО, а не Лига Чемпионов УЕФА. Потому что турнир нелегитим. Российские команды выкинули абсолютно незаслуженно, незаконно, поэтому данный турнир абсолютно нелегитим. Никакого отношения к УЕФА этот турнир не имеет. Вы можете там что угодно называть, как угодно называть, но этот турнир нелегитим. Это аналогично как чемпионат мира по биатлону, по фигурному катанию, по лыжам. Да, они эти турниры абсолютно нелегитимы, потому что сильнейших спортсменов нет. Вот, здесь то же самое. Ну ладно, переходим к главному матчу вторника Лиги Чемпионов стран НАТО. Матч между двумя итальянскими командами. Наполе и Милан. Первый матч закончился со счетом 1-0 в пользу Милана. Милан дома обыграл Наполе. Причем Наполе играл здесь в десятером, то есть в меньшинстве, да. И, конечно же, результат сенсационный. И вот вопрос, а во втором матче Наполе сможет удалить Милан или нет? Вот, не знаю, ребят. Если я раньше был абсолютно уверен, что у Наполе выйдет в финал Лиги Чемпионов, да, то сейчас у меня большие сомнения. Почему? Потому что у Наполе кризис. Ну, вот так получилось, что дан самый важный момент у Наполе кризис. Игровой кризис. То есть в последних четырех матчах они забили два мяча. Причем в одном матче два мяча забили. В последний матч с Феррона ничего не забили. Сгорели Милану 0-1. И сгорели Милану дома 4-0. Вот. Поэтому, мне кажется, вы в Наполе кризис. Так, кто скажет, что не было в первом матче Остмикен, это не имеет никакого значения. На мой взгляд. Потому что Наполе в первую очередь играет командой, а не какими-то лидерами. То есть, Кварсхелия и Осмикен не являются какими-то суперджокерами, как Месси или Хави в той старой Барселоне, да. Вот. Поэтому у меня очень большие вопросы по поводу Наполе, прохода Наполе. К сожалению. Я болею за Наполе вообще в этой лиге чемпионов, да. Но у меня большие сомнения по поводу Наполе. Вот. Скажу вам так честно. Вот. Не знаю, ребят. Не знаю. Что-то можно поставить. Я хотел вообще ставить проход с Наполе. Ну, у меня большие сомнения по этому поводу. Возможно, Милан пройдет. Потому что, повторяю, он мне кажется Наполе критис. То есть, если, ладно, там один матч проиграли, там, Милан 4-0, потом 1-0 сгорели. Ну, Верону-то надо было выигрывать. А не 0-0 с ней играть. Ну, вот. Мой прогноз на этот матч очень-очень простой. Это тотал матча больше 2,5 за коэффициент 2-0. Вот. Почему я такой прогноз сделал? Объясню. Я считаю, что Наполе обязательно забьет. Скорее всего, 2. Не меньше 2. А вот, почему забьет. Все-таки 2 матча они играли с Миланом. И они в одном из этих матчей, они не забили ни одного гола. То есть, больше 180 минут. В матчах с Миланом Наполе не может забить. Это вот первый. Первый звоночек. То, что, скорее всего, Наполе забьет. И, скорее всего, им будет фартить. То есть, не может так 2 матча подряд не фартить. В плане незабитых мячей. Ну, значит, будет залетать. Плюс еще Осмехин будет играть. Плюс еще вы будете играть дома. Вот. Поэтому, мне кажется, Наполе забьет, скорее всего, не меньше 2. Ну, и Милан, скорее всего, тоже забьет. Потому что оборона у Наполе слабенькая. Судя по последним матчам. Поэтому 3 гола. Почему бы и нет. Возможно, там Наполе выиграет 3-0. И тоже этот тотал сыграет. Вот. Поэтому у меня вот такая отличенная ставка. Тотал матча больше 2.5 за коэффициент 2-0. Ну, а так я буду, конечно же, болеть за Наполе. Но, честно, не верю. Не верю, что я не пройду Милан. Потому что... Наполе кризис. В общем-то, будем смотреть. Болеть за Наполе. Всем пока.